здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня расскажу как я вижу но для своей сумки из джута мне потребовался джутовый канат 2 метра и джутовый шпагат крючок брала 4 миллиметра размер дна будет зависеть от начальной цепочки я взяла начальную цепочку длиной 17 сантиметров примерно вот уложила шпагат чтобы посмотреть сколько мне шпагата потребуется и какой примерно будет но надо учитывать что немножко побольше за счет обвязки начальная цепочка у меня будет равна 17 сантиметрам прежде чем начать вязать цепочку я пять раз отложу вот эту длину то есть оставлю хвостик в пять раз больше начальной цепочки это у нас получается 85 сантиметров пять раз сейчас отмерю нить и оставлю такой длинный хвостик для обработки и теперь можно уже начинать вязать цепочку вяжу крючком 4 миллиметра цепочку длиной 17 сантиметров у меня в 17 сантиметров оказалось 25 петель и начинаем обвязывать канат буду вязать в каждую петлю цепочки вводить крючок вытягивать петлю и провязывать столбик без накида буду вязать тогда тех пор пока у меня не останется последние две петли и мы начнем скруглять полотно пока в каждую петлю цепочки вяжу столбики без накида и одновременно обвязываю канат и Продолжение следует... Продолжение следует... В последнюю петлю цепочки я провяжу 5 столбиков без накида. 1 столбик, 2 столбик, 3, 4 и 5 столбик. И переходим на другую сторону. Будем обвязывать другую сторону и одновременно присоединять канат. Сейчас нам надо в петлю провязать 2 столбика без накида. То есть повторяем зеркально. Провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. Провязали вторую петлю. Дальше будем вязать по столбику без накида в каждую петлю. То есть будем вязать зеркально. И опять вяжем до тех пор, пока у нас не останется последние 2 петли. Продолжение следует... У меня осталось 2 последние петли. И в предпоследнюю петлю я провяжу 2 столбика без накида с общим основанием. Провязали. А в последнюю петлю провяжу 5 столбиков без накида. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. И пятый столбик без накида. Закруглили полотно. Теперь перехожу на другую сторону. Здесь у нас еще осталась не провязанная. Еще одна прибавка. В следующую петлю провяжу 2 столбика без накида с общим основанием. Первый столбик. Первый столбик провязали. И в это же основание провяжем второй столбик без накида. Провязали. Вот у нас теперь закруглилось полотно с обоих сторон. Продолжаем вязать дальше. Прокладываем в канат. Сейчас буду вязать в каждую петлю основания столбик без накида. До тех пор, пока я не дойду до того места, где я ранее делала прибавки. Я дошла до места прибавок. В предыдущем ряду. Там, где мы вязали в один столбик 2 столбика без накида. В этом круге я буду провязывать в каждую петлю по 2 столбика без накида. То есть вот в прошлом ряду мы провязывали в петлю 2 столбика. Теперь мы в каждую из этих петель провяжем по 2 столбика без накида. Здесь по принципу вывязывания круга. Кто хоть раз вязал круг, для того это не составит вообще никакого труда. Провязали. Далее у нас пойдут те 5 петель, которые мы провязывали тоже в одно основание. Здесь тоже в каждую из 5 петель мы будем провязывать по 2 столбика без накида. То есть вместо 5 петель у нас будет 10. Вместо 2 петель, которые мы прибавляли, будет 4. То есть вяжем по правилу круга. В этом круге мы в каждую петлю прибавок будем вязать по 2 столбика без накида. Сейчас я обвязываю 5 петель, которые были в предыдущем ряду. В каждую петлю вяжу по 2 столбика без накида. Провязали. И теперь еще у нас осталась одна прибавка. Там, где мы в одну петлю вывязывали 2 петли. Вот теперь мы из двух петель сделаем 4. То есть в первую петлю мы провязываем 2 петли. И в следующую петлю основания мы также провязываем 2 столбика без накида. То есть делаем прибавку. Закругляя полотно. Вот так у нас получается. Далее мы в каждую петлю основания провязываем по одному столбику без накида. Опять же до тех самых пор, пока у нас не начнутся прибавки прошлого ряда. То есть там, где мы вязали в прошлом ряду столбики без накида по одному. Вот над ними мы вяжем одиночные столбики. Дошли до места прибавок. Здесь, как вот на этой стороне, мы также будем в каждую петлю прибавки вязать по 2 столбика без накида. Сначала из двух петель делаем 4. То есть в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. В следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. То есть в каждую петлю, где мы прибавляли в предыдущем ряду, в этом ряду мы вяжем по 2 столбика без накида. Используя правила круга. Теперь у нас 5 петель, которые мы провязывали в предыдущем ряду в одну петлю. Здесь также в каждую из 5 петель мы вяжем по 2 петли. Вот я вяжу уже вторую петлю, третья. В это же основание четвертая петля. В следующую петлю основания буду провязывать пятую. В эту же петлю основания шестую петлю. Шестой столбик без накида. В следующую петлю основания седьмой столбик без накида. В это же основание восьмой столбик без накида. И в последнюю пятую петлю предыдущего ряда вяжу также прибавку. Провязали. И у нас еще остается 2 петли. Прибавка из предыдущего ряда. Сейчас из двух петель мы сделаем 4. В каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида. Одна прибавка. И в следующую петлю прибавку. Провяжем 2 столбика без накида с общим основанием. Провязали. Теперь вяжем до следующих прибавок. До следующей стороны будем вязать теперь по одному столбику без накида в каждую петлю основания. Мы дошли до начала прибавок. В этом круге, как и в схеме круга, мы чередуем прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик. То есть, начинаем с прибавки. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. В следующую петлю основания вяжем одиночный столбик без накида. В следующую петлю основания вяжем прибавку. То есть, провязываем 2 столбика без накида в одно основание. И так будем чередовать 2 столбика без накида в одно основание. То есть, прибавку вяжем и одиночный столбик. Прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик. Так провязываем вот всю вот эту закругленную часть. Те самые петли прибавок предыдущего ряда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова накида в каждую петлю основания до следующих прибавок довязала до начала прибавок и здесь также на этой стороне начинаю с прибавки и чередую прибавка одиночный столбик прибавка одиночный столбик и так провязываю всю эту закругленную часть все вот эти петли на которых мы делали прибавки прибавка у нас это 2 столбика без накида с общим основанием прибавка одиночный столбик прибавка в это же основание еще столбик без накида и одиночный столбик следующую петлю основания и и Продолжение следует... 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 прибавка 2 столбика без накида последовательно так буду провязывать все вот эту закругленную часть субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь также чередуем прибавка 2 столбика без накида последовательно прибавка 2 столбика без накида последовательно так провязываем всю закругленную часть, то есть все те петли, на которых мы делали прибавки в предыдущем ряду субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok я провяжу вязывая канат до того места, где у меня прибавки заканчиваются, а лишний канат обрежу в самом начале мы оставляли хвостик сейчас мы сделаем небольшую обработку я взяла крючок 3 миллиметра ввожу крючок с лицевой стороны вытягиваю петлю далее в следующее отверстие ввожу крючок вытягиваю петлю и протягиваю эту петлю через первую снова ввожу крючок следующее отверстие образовавшиеся у нас при обвязке вытягиваю петлю и протаскиваю эту петлю через первую петлю на крючке и так прохожу всю длину таким образом мы прячем хвостик и еще дополнительно декорируем дно и мы мы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...